Друзья, всем привет! Сегодня у нас самоделка из газовых баллончиков. Это будет даже некий эксперимент, потому как я до конца не знал, будет она работать или нет. Баллончиков надо будет два штуки, один с газом и один пустой. Также, как вы видите, будет нужен обычный одноразовый шприц, а точнее только игла, у которой необходимо срезать грани. И укротить немного юбку. Шприц пока откладываем в сторону и берем вот такой хомут с барашком. Продается во многих магазинах хвостоварах. Зажимаем его в тиски и отпиливаем пополам, как на видео. У распиленного хомута загибаем края. Примерно по центру отмечаем точку, снова зажимаем в тиски и сверлим отверстие на 2 мм. Теперь устанавливаем хомут на баллончик с газом, пройдив в отверстие иглу и прокрутив хомут, фиксируем его на баллоне. Получился некий регулятор подачи газа. Закручивая хомут, газ подается сильнее, а откручивая слабее. Теперь берем пустой баллон. Перед дальнейшими манипуляциями с ним необходимо убедиться, что он полностью пустой. На верхней части баллона надо сделать 12 равноудаленных точек. Точки перенес чуть ниже. Немного накернил. И высверлил на месте точек 12 отверстий в 1,5 мм. Далее откладываем ровную линию на баллоне, отступив от дна примерно 40-50 мм. А далее распиливаем баллон по линии. Внутри баллона есть клапан, который необходимо удалить. На место клапана вставляем саморез с пресс-шайбой. Займемся подставкой для нашей самоделки. Для этого берем кусок фанеры и примерно отмечаем, что и где будет располагаться. Для распила таких заготовок, конечно, удобно воспользоваться ленточной пилой. Но тут можно использовать и лобзик. Приложив баллон к фанере, прикидываем расположение и обводим маркером. А далее выпиливаем. Должно примерно получиться две вот такие детали. Прикладываем их к основанию, сверлим, зинкуем и прикручиваем саморезами. Устанавливаем баллон с иглой и фиксируем. Для этого я использовал перфорированную ленту. Вернемся к пустому баллону, который мы распилили. Нижнюю часть надо подогнуть так, чтобы она вплотную входила в верхнюю. Ставим баллон напротив иглы и помечаем маркером то место, куда она упирается. А на дне нижней части ставим отметку примерно по центру и сверлим отверстие на 3 мм. В боковой части сверлим отверстие на 12 мм. В это отверстие необходимо установить вот такой штуцер. Продается в магазине сантехники. Чтобы он сел плотнее, обмотал его немного изолентой. Прикручиваем донышко к фанере. А сверху устанавливаем верхнюю часть. Шов между нижней и верхней частью я обмотал изолентой. Самоделка, можно сказать, готова. Открываем подачу газа и пробуем поджечь. И как видим, все работает. И пламя регулируется с помощью нашего хомута. Далее я с помощью обычных строительных уголков увеличил площадь поверхности получившейся газовой горелки. Попробую установить кастрюлю с водой. Друзья, вот такой эксперимент сегодня получился. Вот такая газовая плитка получилась. В роли жиклера которой служит игла от шприца. Хомут используется как регулировка подачи газа. А штуцер служит своего рода эжектором. Игла не должна входить далеко внутрь штуцера. Как вы, наверное, знаете, газ без воздуха гореть не будет. И нужно произвести смешивание газа и воздуха. Что как раз в этом штуцере или уже эжекторе и происходит. Друзья, я, конечно же, понимаю, что проще купить готовую походную газовую плиту. И не мудрить. Но я сделал, во-первых, это ради эксперимента. А во-вторых, зная принцип работы такой горелки, можно что-то подобное повторить, например, в походе или еще в каких-либо ситуациях. Когда газ есть, плитка сломалась или потерялась. И поэтому такой способ иногда может быть хорошим выходом из положения. Друзья, ставьте лайки, если идея показалась вам интересной. А в комментариях напишите, как можно модернизировать или улучшить данную горелку. И в каких ситуациях еще можно ее применить. А тех, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.